Продолжение следует... 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 Спасибо. Ошибается Виль. Есть красный нижний Романовского. Он его перерезает. Виль отыгрывается от верхнего красного. Виток хочет поставить бутонозом. Виль. 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 здесь наверное побольше не помню а по количеству участников в принципе сравним с чемпионатом россии для даже по моему больше все таки там как правило человек 40 45 не помню точно может где-то около 50 тоже и был вот но нет естественно это один из таких самых интересных группах турниров в россии потому что в нем всегда приятно поучаствовать тем более что недалеко от москвы практически москва да это ближайшая подмосковье можно забраться как на своих двоих так и на автомобиле чтобы смотрим матч вилле романовский что скажешь почему романовскому не удается все-таки вилле обыграть первый фрейм прошел с полного разгрома романовского по моему нет они там по моему они не подались да было было такое нет розовый фреймбол был такой романовский догнал вилле розовый фреймбол два раза второй раз удачно но вилле это опыт или то наше все снукерное да поэтому думаю в общем-то помогает в любой ситуации нет ну романовского хорошая кладка вон до этого в группе очень хорошо себя показал да по моему у него одно поражение было достаточно хорошо прошел группу но все равно не дотягивает еще пока давили а в плане опыта в любом случае не дотягивает и мне кажется это помогает понятно там примерно раза в два он моложе вилле это понятно если не в три вот ну по моему собственно то встреча с андреем всегда заканчивается пока что его пользу я думаю именно опыт сказывается просто знает как дожать даже если что-то идет не так конечно соревновательный опыт это очень важно с каждым с каждым следующим чемпионатом понимаешь что больше вот но естественно мастерстве это его тоже не откажешь не откажешь да вот он начал свой брейк двадцать одну очко уже набрал если продолжение непонятно продолжение понятно что есть где же что он забил красный сейчас карьеру красный нам очередной красный самому сложно все под розовым ты хочешь сказать играется он замешает если он выбрал красный самый нижний и похоже не за полом отыгрывается все таки не дает ему ближайший красный срезать вот такой вариант рискован очень рискован вариант но пока везет пока везет я не совсем не не понял что это было видимо он все таки резал правый угол красный может быть наверно надо было отыгрываться просто волкерную зону мне кажется раз уж раз уж не вышел просто поймал красный так ну наверно были варианты отыграться в другую сторону в эту сторону ну ладно немножко хорошо отыгрался похоже только один красный видит андрей а он ведет 30 до 1 видео 39 на уверенность несомненно я думаю что еще чуть-чуть и фрэм его представляет красный я расслабился посмотрим что отходит молодость молодость пока не проснулась случайно снегер ситуация усложняется большое количество взаимозамазанных красных бортов довольно около правого углового на данный момент вообще кто в пользу андрея поскольку он ведет 39 очков в принципе ему трех шаров красных которые на атаке стоят вот два в среднем и один внизу хватит чтобы завершить фрейм свою пользуется только надо сейчас и снукера выйти и получить атаку если через черных играет ну практически ну да ну не у трех тогда четыре красных ему нужно с максимальным самым дорогим желателем там неудобный шар стал никуда не сюда желтый луза занята все таки там есть коридор по уме есть коридор но они все отыгрывается отыгрывается неудачно отыгрывается шар в середине есть опять же желтый на узи можно будет спокойно желтого вернуть и черный стоит можно аккуратно от короткого подняться на розовый черный и дальше продолжить серию увяз увяз угол мне кажется был не такой что можно было не уходить в эту половину желтый в любом случае желтый вот и хорошо желтый желтый красный оно такое неудачно неудачно винта нужно от короткого борта толкнуться работает а нет сейчас хорошая позиция подождем выход неудачный выход неудачный черный в зерной лозон будет запускать но придется тянуться очень далеко промахивается очень быстро подошел к удару не видно было что он прицелился и так все бурно происходит видимо он уже плывет не видно что он лежал и перчатался что какие то у нас занимательные факты из биографии все трое вышли из групп сейчас как она ничего продолжает марголин продолжает утром русский закончить свою игру в турнире можем напомнить что относительно недавно беларусь отметила с первой сотни отметила сотня была довольно забавная с разбоем всего и вся и флюком посреди сотни я так понимаю что ему хватает снокер у себя в минске специально ехать в москву чтобы выбрать снокер ему не интересно уже все таки пусть по-моему он в этом году и чемпион в беларуси может быть Чуфроу, да? Арроман по-моему не помню Кирилл Дмитрий Дмитрий Шевков да между тем у нас все красные переместились за другой половинку я не заметил как это произошло в общем на самом деле просто удивительно буквально пять минут назад все стояло здесь ну отыгрывались значит отыгрывались мы только оставляем красные разбивались вот сейчас не вижу там видно красные по-моему красный поправе и коричневый виден так чтобы он резался да да именно он режется либо самый правый сейчас посмотрим то есть нижний нет тот который самый правый из этого скопления то есть вот его он играет с выходом видимо на черный или на розовый вот на черную в середину чуть-чуть он его зацепил мог бы пройти но не получилось все равно режется режется в середину и через три борта он синий посмотрел а ну он посмотрел красный да идет ли красный вот этот рядом с синим через три борта он будет биток вернуть ближе к карнизоне к правому красному из трех верхних к нижнему погранирую вот он самый правый раз два ну вот этот шерстан да нормальный выход да хороший видимо какой то винный звуковой да да чтобы оставить биток чтобы его не раскручивать на листок аккуратно так сыграл ну и теперь ну а теперь ну а теперь не знаю наверное розовый будет оставаться да да ну вообще то этим подходом можно и завершить можно сейчас посмотрим уже получается девять девять то есть уже пятьдесят очков разницы пятьдесят у меня разница пятьдесят но у нас остальные пятьдесят одно ну вот теперь уже да пятьдесят шесть а вот сейчас пятьдесят пятьдесят вот этот сейчас будет прям да прям и он простой на коричневый остается а ножом ничего нормально ошибка ничего вряд ли Владислав сможет его догнать тем более что он в столе пятьдесят одну а разница пятьдесят шесть ему нужно нет там четыре там четыре краски а пятьдесят девять сорок два да 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 пятьдесят девять да за восемь ну тогда еще впереди есть коричневый после него можно просто коричневого можно риск ну видимо забивал что бы забить с потому что что на здесь и что на Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, понятно, что у него многое не получалось, видно было, что он был раздосадован, тем более второй фрейм, почти в сухую половину фрейма он пробел. Вот, ну, поговорим тогда мы. Что нового в Петербурге? Маза-парк в этом году на Хо Ши Мина открылась, да, теперь там 8 столов? Да, 8 столов и еще у нас хороший клуб ОДМ, там 4 стола с очень хорошим оборудованием. Ну, то есть те борта, которые были на чемпионате мира, они теперь в ОДМе. И на турниры будут проходить, как правило, наверное, все-таки в Маза-парке. Ну, если будут какие-нибудь представительные турниры, то, я надеюсь, мы будем переставлять борта. А, то есть именно в ОДМ переносить? Ну, мы найдем борта какие-то, потому что, например, Леша, ваш москвич Леша-Леша-Леша-Леша... Барминский. Барминский. Говорит, я приеду в Питер на чемпионат, если... Только если будут хорошие борта. Да, я специально переделал борта. Никто из Москвы не приехал. Нет, ну, приехал только там Арсен и все. То есть вот... Я не то, что обижен на него, но я специально, я запомнил его слова и сделал эти борта. Ну, чемпионат России ему понравился, который был на столах после чемпионата мира. И как раз вот, он говорит, шикарные условия, если ехать, то только на таких... Я опять сделал такие, специально для него. Но это был на какой-то турнир, на Кубик или на... Да, какой-то Кубик. Да, уже. Чемпионат России, я так думаю, что будет в октябре у нас где-то запланирован на осень опять, да? Я, честно говоря, не знаю. Наверное, обычно, да, если перед чемпионатом мира. Как-то сейчас, после вот 15-го года, по-моему, были планы на еще один чемпионат какой-то международный. И опять чемпионат России на осень хотят. Ну, правильно, чемпионат мира в ноябре и перед чемпионатом мира, мне кажется, что... Ну, отборочный просто. Отборочный. Ну, мы, по крайней мере, чемпионат Москвы в сентябре будем проводить. Так, чтобы можно было уже отправить игроков на Россию. На Россию тех, которые действительно достойны. И, ну, Россия, наверное, так все-таки ЛДМ или Маза Парк? Нет, Маза Парк, конечно, Маза Парк. То есть, если будет Россия, чемпионат России, то он в Маза Парке пройдет? Почему не в ЛДМе? 8 столов сетки. Нет, я понимаю, но в ЛДМе еще, там же есть русские столы, можно перестереть. Или проблема с хорошими бортами, опять же. Ну, да, проблема и там от технического плана. Потому что там русские столы, по-моему, все очень здорово спилены плиты под русские борта. То есть, если делать снукер, то надо там опять их шпаклевать, потом опять их шпаклевать. То есть, вот этот вот скат, имеется в виду, да? То есть, скат подпилен, такие они, покатистые такие углы получаются, да? Не просто прямые, а покатистые, понятно. Да, есть такое. Так, и что, какого соперника ждешь? Пара. Ой, а я даже не смотрел. Я, честно говоря, сейчас, самое главное, приыграть и выиграть. Через один вот у меня ваня. Вот это. А если я вдруг случайно выиграю следующий, потому что с такой игрой, как мы сейчас показали, конечно, рассчитывать не нужно. Ну, были огрехи, конечно, но я думаю, что разыграешься. Ну, да, будем надеяться. Я думаю, что разыграешься. Спасибо, Андрей, увидимся дальше. Удачи. Спасибо. А сейчас у нас будет стрим Василия Димитренко, Евгений Сазыкин. Должен быть очень интересным. Спасибо.